Здравствуйте, дорогие друзья! Это экологическая экскурсия Алексея Коткина. Сегодня мы будем показывать, как можно сделать кормушку. Итак, дорогие друзья, это экологическая экскурсия Алексея Коткина. Мы сейчас покажем, как можно сделать кормушку у себя дома вместе с родными и близкими. Самое простое это просто нитка. Нитка. К этой нитке вы можете подвесить вот такой вот батон. Предварительно сделать в батоне дырочку. Для того, чтобы птичка могла на нее сесть. И подвесив такую элементарную конструкцию где-нибудь в парке, вы можете обеспечить пару синиц ужином. Еще один простой вариант, который прямо покажу, делается из банки. Обычная кассерная банка. Обрезаете ее. Вот если взять вот такую замечательную банку из-под маслин, то можно получить абсолютно ровный поэт. Продеваете сюда шнурочек, подвешиваете в парке, насыпаете сюда семечек и птицы с удовольствием это едят. Еще один вариант, который мы будем делать из бутылки, он более сложный, но я покажу мой самый любимый. Это кормушка из чашки. Берете чайную пару, приклеиваете суперклеем, либо специальным клеем вот так вот чашечку. И таким образом у вас получается готовая кормушка. Осталось только добавить сюда какую-нибудь красивую ленточку, шнурок и насыпать семечек. Это не только красиво, эстетично, но и может быть служить небольшим арт-объектом в вашем саду. Ну и более сложный вариант, который, конечно же, требует материалов, это кормушки деревянные. Сегодня будем готовить простую кормушку для синиц, которая будет буквально вот из таких двух дощечек и третьей перекладины. И более современную, более сложную, но не менее интересную, добротную кормушку из настоящих пиломатериалов. Посмотрим, что у нас получится. Давайте делать, друзья, и потом покажем результаты. Вот так. Сразу покажу. На самом деле вот такая простая кормушка, мы ее называли синичная, потому что большая птица сюда не влезет. На самом деле кормушкой может служить любая дощечка без снега. Вы можете просто такую небольшую дощечку использовать как кормушку, насыпав сюда зерно либо просо. Во время снегопада, конечно же, придется счищать снег, ну и, соответственно, во время снегопада эта кормушка будет не работать. Но, тем не менее, главное, чтобы была поверхность, куда можно насыпать, и главное, чтобы там что-то лежало. Это основной принцип кормушки. Поэтому даже вам говорю, просто сделать кормушку, это бессмысленно. Главное за ней следить и подсыпать, потому что, если вы начнете помогать птицам, они будут пролетать каждый день и ждать, что вы их покормите. Как вы ждете, что вас покормит мама, точно так же птицы будут относиться к вам и будут пролетать за кормом. И если вдруг перестать их кормить, они могут пострадать и даже погибнуть. Так, из простой кружки можно сделать кормушку. Клей. Немножко творчества, волшебства. И оригинальная кормушка готова. Останется только добавить сюда красивый поясочек. Вот такая вот простая конструкция. Мы взяли бутылку, сделали подставку, прикрутили ее. На проволоку и оставили небольшой зазор для того, чтобы семечки отсюда вываливались и птицы их скрыли постепенно, а не все сразу. Такая долгоиграющая кормушка. Прекрасно, красиво. Позаем ее скромно шарданы. Да, шарданы. Как заселяешь сразу не кучу, у нее еще она будет семечки запихивать. Потому что она должна вытаскивать. Еще надо к ней как-то крепеж придумать. Сейчас уже схема отработанная, крепежом. Три мальчишки и веревка. Итак, мы приготовили несколько кормушек. Некоторые из них очень простые, как, например, вот такая вот из банки. Элементарная кормушка. Есть более сложный деревянный. Вот такой вот синичник. Вот такой вот синичник у нас есть. Посмотрим, как он будет работать. Элегантная кормушка из бутылки. Из бутылки. Вот такая вот бутылка. Многодневная, надеюсь, кормушка. Ну и, конечно, просто вершина инженерной мысли. Это огромная кормушка для больших птиц. Сюда можно много насыпать корма, и она может стать подспорьем целой стаи снегирей, свиристерий, либо каких-нибудь соек. Ну и наша самая элегантная кормушка. Сейчас я покажу самую элегантную кормушку. Это вот такая вот чайная пара. Наверняка у вас в хозяйстве есть кружки, которые не используются, сколотые, либо немножко битые. Если вы из них чай уже не пьете, а послужить такой прекрасной основой для кормушки, они могут. Поэтому используйте эту идею. Самое главное помните, что просто кормушка не работает. В нее обязательно надо класть корм. Только тогда это будет полезное дело для природы и для птиц. Итак, всего лишь час работы, и у нас несколько кормушек. Вот такая чайная пара. Наклей. Вот такая вот баночка простая. Такая вот большая кормушка. Кормушка из бутылки. И просто кормушка из дощечек. Мы молодцы! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...